Неделя родительской любви традиционно начинается с самого светлого и доброго праздника – Дня Матери. Завершается не менее важным событием – Днём Отца. В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья накануне состоялась пресс-конференция по вопросам создания и укрепления семьи, сохранения репродуктивного здоровья. С начала года нашим отделом ЗАГС уже зарегистрировано 1337 брак. А это означает, что на такое количество семей пополнился наш любимый город Брест. С начала года нашим отделом ЗАГС уже насчитывается более 500 многодетных семей. А если быть точнее, то по состоянию на 14 октября 527 семей у нас уже в отделе ЗАГС зарегистрировали третьего и последующего малыша, то и стали многодетными. В 94 семьях у нас появился четвертый малыш. 27 семей у нас уже имеют пятого ребеночка. 17 семей у нас воспитывают шестого малыша. В пяти семьях у нас есть уже седьмой малыш. Две семьи у нас имеют 10 деток. Три семьи имеют 10 деток. А две семьи у нас уже воспитывают одиннадцатого малыша. Вступают в брак и родителями становятся обрещания в достаточно осознанном возрасте. В среднем это 28-32 года. И, конечно, нет для кого не секрет, что самые счастливые дети вырастают в семьях, где есть и мама, и папа. Но как бы тем, у кого получилось найти вторую половинку, но детей нет. Количество бесплодных пар по всему миру растет. И Брестская область не исключение. Порядка 12% супружеских пар бесплодны. Но выход есть. До сих пор работает комиссия по предоставлению бесплатной попытки ЭКО в нашей области. И она уже в течение работы с 1 января 2021 года, согласно указу президента. И успешно она осуществляется. И многие женщины уже прошли. Если быть точным, то это около 750 женщин получили. Вернее, 7 супружеских пар получили вот это вот решение о бесплатной попытке ЭКО. Они успешно прошли. И эффективность этого метода мы видим около 35%. В принципе, это общемировая статистика, что эффективность ЭКО от 30 до 45%. Хочу отметить, что процедура ЭКО бесплатная. Она все бесплатна. Потому что все-таки немножко наши женщины, мы хоть и пытаемся это афишировать, но многие женщины считают, что какая-то часть нет. Все бесплатно. Поэтому пользуемся. Никаких очередей или каких-то там длительных очередей у нас на эту комиссию нет. Но следует пройти не обязательно этапы обследования, как я уже говорила, в своей консультации. Затем обращаются в медико-генетическую консультацию. Но эта женщина должна состоять на учете по бесплодию и иметь, конечно, показания для ДКО. В нашей республике проживает порядка 123 тысяч многодетных семей. Из них каждая пятая в Брестской области. А значит, та работа, которая направлена всеми структурами государства на поддержку материнства, детства и института семьи, дает положительные результаты. Не остаются в стороне и профсоюзной организации. К нами, профсоюзам, проводится постоянная планомерная работа по защите института семьи. Членам профсоюза согласно коллективному договору оказывается материальная помощь при вступлении в брак, при рождении ребенка или детей. В дальнейшем идет поддержка матерей и детей. Выплачиваются в зависимости от положения материальной помощи различные суммы на поддержку детей в школе, на новогодние рождественские мероприятия, на День матери, на всевозможные государственные праздники. То есть, эта работа не носит характер однократных акций. Это постоянная планомерная работа, которая проводится в течение всего года. Все это говорит о том, что в нашей стране функционирует слаженная система государственной поддержки семей с детьми, которая включает в себя систему госпособий, льгот и гарантий в сфере здравоохранения, образования, налоговым, жилищным, трудовом законодательстве. А значит, все условия для создания счастливой и гармоничной семьи у белорусов есть. Продолжение следует...